разговор 4 о том же знай себя лица лука клеопа филон и друг лука посему весьма немалое дело узнать себя друг один труд в обоих сих познавать себя и уразуметь бога познать и уразуметь оточного человека весь труд и обман его от его тени на которой все останавливаемся ведь истинный человек и бог есть тоже и никогда еще не было видимость истинную а истинно видимостью но всегда во всем тайны и есть и невидимая истина потому что она есть господня а господь и дух плоти и костей неимущий и бог все то одно ведь ты слышал речи истинного человека если день узнаешь себя о добрая жена тогда поси козлы твои возле шалашей пастушеских я де тебе не муж не пастырь и не господин не видишь меня потому что себя не знаешь пойди из моих очей и не являйся да и не можешь быть передо мною поколь хорошо себя не уразумеешь кто себя не знает тот один может запеть господь пасет меня клиопа а мы из последнего разговора имеем некоторые сомнения вдруг когда речь идет о важном деле то и не дивно ну что за сомнения клиопа первое ты говорил что человек влюбившийся в видимую плоть для того везде гонится за видимостью по ней же усматривает в ней светлость и приятность жизнь красу и силу друг а вы как думаете клиопа нам кажется для того что не может верить о пребывании невидимости и думает что одно только то бытие свое имеет что плотскими руками ощупать может и что в тленных его очах мечтается впрочем он и сам понять может и совершенно знает что все то приходит что он любит посему то он и плачет когда она его оставляет рассуждая что уже ну совсем пропала потом на как младенец рыдает о разбитом орехе не понимая что орешное сущая иста состоит не в корке его но в зерне под коркой сокровенном от которого и сама корка зависит друг сия есть самая правда что был бы весьма глуп земледел если бы тужил о том что на его ниве начало пшеничное стебло в месяце августе сохнуть и дряхлеть не рассуждая что маленьком закрытом зерне скрылась и новая солома весной наружу выходящая а вечное и истинное свое пребывание в зерне невидимо закрывшая но не все же ли то одно причитать соломе силу ее и существо а не главе ее или зерну и не верить ниже поминать о пребывании зерна для того то например судья присудил двоюродному брату власть и силу в наследии по ней же уверен что родного наследников живых нет и и сей то есть тот нечестивый суд о котором последнем разговоре и шла между нами речь клёпа другое сомнение я сказал ведь так помню слово иеремии на сие глубоко сердце человека паче всех и оно то истинный человек есть а ты к сим словам присовокупил следующее вот сей же это человек и содержит все и прочее вдруг так в чем же сомневаешься клёпа я без сомнения понимаю что все внешние наши члены закрытое существо свое сердце имеет так как пшеничная солома содержится своем зерне она иссохши и издряхлевши то закрывается при согните в зерне то опять наружу в зелёности выходит и не умирает но обновляется и будто переменяет одеяние но понеже на всех без исключения людях видим внешние члены которые свидетельствуют о и о зерне своем то есть что всяк из них имеет и сердце которое как пророк божий учит точно есть человек и истинный а сие есть великое дело так что се будет всем ли быть истинным человеком и какая разница между добрым мужем и злым друг не так отведи мысли твои на время человека и посмотри на прочную природу не всякий орех и не всякая солома зерном клёпа ужасное зрелище друг не бойся знаю ты осмотрясь на людей ужаснулся но ведь видишь что сие в природе не новое довольность его водится в земляных плодах и в древесных но нигде больше не бывает как в людях весьма тот редак кто сохранил сердце свое или вообще как говорят спас душу свою а так научил нас еремия и ему веруем что истинный человек есть сердце в человеке глубокое же сердце и одному только богу познаваемое не иное что есть как мысли наших неограниченная бездна просто сказать душа то есть истое существо и сущее исто и самая эссенция как говорят и зерно нашей сила в которой единственно состоит сродная жизнь и живот наш а без нее мертвая тень мы то и видно сколь несравненная счета потерять себя самого хотя бы кто завладел всеми коперниковыми мирами но никогда бы сего не было если бы старались люди разуметь что значит человек и быть человеком то есть если бы самих себя узнали клиопа ах не могу сего понять потому что у каждого свои мысли и неограниченное стремление как молния в безмерные расстояния раскидаются ни одним пространством невмещаемые и никаким временем не усыпаемые одному только богу известное вдруг перестань не так оно есть правда что трудно изъяснить что злые люди сердце свое то есть самих себя потеряли и хотя между нами в первом разговоре сказано что кто себя не узнал то тем самым потерялся однако же для лучшей уверенности вот тебе голос божий послушайте меня погубившее сердце сущее далечие от правды клиопа ах мы сему веруем но как они потеряли ведь и у них мысли также плодятся и разливаются чего не себе не воображает чего не обнимает целый мир их вместить не может ничего им не хватает одно за другим пожирают глотают и не насыщается так не бездонная лебезно сердце их ты сказал что сердце мысли душа все то одно как же они потерялись вдруг чего достигнуть не можем не испытываем понудить себя должно и дать место в сердце нашим памятному божию слову если его благодать повеет на нас тогда все нам простым и прямым покажется часто мелочей не разумеем самых великих а человек есть маленький мирок и так трудно силу его узнать как тяжело во всемирной машине начала сыскать затверделое нечувствие и привыкший вкус причина есть нашей бедности раскладывай пред слепцом все что хочешь и сколько хочешь но все то для него пустое он ищупать может а без прикосновения ничего не понимает сколько раз слышим о воде и духе не по воздуху ли опираются птицы он твердея железо однако деревянную стену всяк скорее приметить может а воздух почитает за пустошь от чего а того что не столько он приметен стену скорее ощупаешь скорее различные краски усмотришь а воздух не столько козист однако крепче камни и железо а нужен столь что вздохнуть без него нельзя вот в самых мелочах ошибаемся и слабейшее вещество за действительнейшее почитаем почему потому что стена грубее и нашим очам могуще болванеет как уже сказано а воздух сокровение и кажется будто в нем ничего силы нет хотя корабли гонит и моря движет деревья ломает горы сокрушает везде проницает и все съедает сам цел пребывая видишь что не такова природа есть как ты рассуждаешь в ней то сильнее что не показнее а когда что-то уже столь закрылась а что никакими чувствами ощупать не можно в том же то самое сила но если в воздухе почти увериться не можем из-за ничто почитаем будто бы его в природе не бывало хотя он шумит гремит трещит и сим самым дает знать о пребывании своем тогда как можем счесть то что очищен от всякой вещественной грязи утае но от всех наших чувств освобождено от всех шумов тресков и перемен в вечном покое и в спокойной вечности блаженно пребывает испортив от самого начала ока нашего ума мы не можем никак проникнуть до того что одно достойное есть нашего почтения и любви во веки веков пробудись аж теперь мыслью твоею и если подул на твое сердце дух божий тогда должен ты теперь усмотреть то чего ты от рождения не видал ты видел по сие время одну только стену болванейшей внешности теперь подними очи твои если они озерены духом истины и взгляни на нее ты видел одну только тьму теперь уже видишь свет всего ты теперь по двое видишь две воды две земли и вся тварь теперь у тебя на две части разделена ее кто тебе разделил бог разделил он тебе все на двое чтоб ты не смешивал тьмы со светом лжи с правдой но по ней же ты не видел кроме одной лжи будто стены закрывающие истину для того он теперь тебе сделал новое небо и новую землю один он творит дивную истину когда усмотрел ты новым оком и истинным бога тогда уже ты все в нем как в источнике как в зерцале увидел то что всегда в нем было а ты никогда не видел и что есть самое есть древнейшее то для тебя нового зрителя новое есть потому что тебе на сердце не всходило а теперь будто все вновь сделано потому что она прежде тобой никогда не видено а только слышно и так ты теперь видишь двоих старое и новое явное и тайное но смотришь на самого себя как ты прежде видел себя клиопа я видел признаюсь одну явную часть себе а тайны никогда и не думал а хотя бы и напомянул кто как то часто и бывало а тайной однако мне казалось чудно почитать то чего нет забытие и за истину я например видел у меня руки но мне и на ум не всходило что всех руках закрылись другие руки друг так ты видел себе одну землю и прах и ты доселе был земля и пепел кратко сказать тебя не было на свете потому что земля прах и тень и ничтожная пустошь все то одно лука ведь же ты из иеремии доказал что человеком находится не наружный прах но сердце его как же клиопа не было на свете ведь клиопе на сердце всегда при нем было и теперь есть друг постой постой как ты так скоро позабыл двое двое есть тело земляное и есть тело духовное тайное сокровенное вечное так для чего же не быть двоим сердцам видел ты и любил болвана и идола в твоем теле они истинное тело во христе сокровенное ты любил сам себя то есть прах твой они сокровенную божию истину в тебе который ты никогда не видел не почитал ее забытие и понеже не мог ощупать тогда и не верил в нее и когда телу твоему болеть опасно довелось в тот час впадал в отчаяние так что си такое не старый ли ты адам то есть старый мех с ветхим сердцем одна ты тень пустошь и ничто с твоим таковым же сердцем каковое тело твое земля в землю устремилась смерть к смерти а пустошь люба пустоши душа тощая голодная пепел не хлеб истинный поедающие пятие свою вне рая с плачем растворяющие слушай что таковых к исаею говорит бог о исае знай что пепел есть сердце их и прельщаются и ни один не может души свои избавить помянись и иаков и израиль ибо раб мой есть ты все бы отнял как облако беззаконие твой и как призрак грехи твои обратись я ко мне и избавлю тебя некий старинных веков живописец изобразил на стене какие-то ягоды столь живо что голодные птички от природы быстрый имеющий взор однако бились во стену почитая за истинные ягоды вот почему таковые сердца глотает и насытиться не могут покажи мне хоть одного из таких либо прахов какой имеет удовольствие в душе своей любовь к тени есть мать голода а сего отца дочь есть смерть каковое же таковых сердец движения на то одно движется что беспокоиться видал ли ты во великих садах большие круглые наподобие беседок птичьи клетки лука довелось видеть царских садах друг они железными сетями обволочены множество птичек чижей щеглов непрестанно внутри их колотятся от одной стороны в другую бьются но нигде пролета не получает вот точно изображение сердец о коих ты выше указывал что они в разные стороны как молнии мечутся и мучатся стенах заключенные что есть столь узко и тесно как видимость по сей причине называется ров что фигуре кажется прилететь сквозь сеть на свободу духа но как же нам опять вылететь туда чего забытие не почитаем мы ведь давно из самого детства напоены сим лукавым духом засеянный сим змеиным семенем заняты внедрившиеся в сердце ехидную дабы одну только грубую видимость последнюю пяту внешнюю тьму любить губ гонится наслаждается всегда и во всем так ли так всегда и во всем ах где ты меч и римеин опустошающий землю меч павлов меч финиесов заблудили мы в землю обнялись нею но кто нас избавит от нее вылетит ли как птица сердце нашей сети ее ах не вылетит потому что сердцем ее сердце наше сделалось а когда уже сердце наше глава наша и мы в нее притворились тогда какая надежда в пепле может ли прах во гробе лежащий восстать и стать и признать что еще и невидимость есть есть еще и дух не может для чего не может восстать и стать пред господом для чего же для того что сей прах не может принять в себя его семени коего чтобы верить что есть сверх еще и то чего не можем ощупать и горшинам мерить. О семя благословенная, начало спасения нашего, можем тебя и принять, но будешь у нас бесплодна. Для чего? Для того, что любим внешность, мы к ней привыкли, и не допустим до того, чтоб могла согнить на зерне вся внешняя видимость, а осталась бы сила в нем одна невидимая, которой вериться не можем. А без сего новый плод быть никак не может. Так нас заправили наши учителя. Все накормлю их полынью и напою их желчью от пророков, ибо Иерусалимский изойдет осквернение на всю землю. Иеремия 23. Разговор пятый о том же. Познай себя. Лица те же. Филон. Отсюда-то, думаю, старинная пословица. Столько глуп, что двоих нас читать не знает. Но и мы по сие время одно только во всем свете нас читали. За тем, что другого в нем ничего не видели. Клеопа. Не лучше ли тебе сказать, что нам одна тень была видна? Ничего нам не было видно. Мы хватали на воде одну тень пустую, а теперь похоже на жителя глубокой Норвегии, который по шестимесячном зимнем мраке видит чуть-чуть открывающееся утро и всю тварь начинающую несколько болванеть. Друг. Если не будете сжимать и отворачивать очей, тогда увидите всю тварь просвещенную. Не будьте подобны кроту в землю влюбившемуся. И как только незначай попрорылась она в воздух, ах, сколь он ему противен. Приподнимайте очи и приноравливайте он и смотреть на того, который сказывает «Я есть свет мира». Все, что мы доселе видели, что такое есть земля, плоть, песок, полынь, желчь, смерть, тьма, злость, ад. Теперь начинает светать утро воскресения. Перестаем видеть то, что видели, почитая всю видимость за ничто, а устремив очи на то, что от нас было закрыто, а посьму и не пренебрежено. Мы доселе бесплотной невидимости не удостаивали поставить в число существа и думали, что она мечта и пустошь, но теперь у нас напротив того видимость есть трава, лесть, мечта и исчезающий цвет, а вечная невидимость находится ей головою, силою, камнем основания и счастьем нашим. Послушаем, что говорит нам новый и истинный человек и что обещает. Дам тебе, говорит, сокровища темные, сокровенные, невидимые открою тебе, и увидишь, как я, Господь Бог твой, прозывая имя твое Бог Израилев. Теперь рассуждайте. Нравится ли вам переход, или будьте по-прежнему во видимой земле вашей, или очищайте сердце ваше для принятия нового духа. Как кто старое сердце отбросил, тот сделался новым человеком. Горе сердцам затверделым. Лука. Для того-то самого смягчить сердце и сокрушить трудно. Закоренелое мнение похоже на младенца, возросшего ваисполина. Трудно, наконец, бороться. Друг. Но что нам воспрещает в жизни о всем рассуждать и разговаривать, а употребить к всему, хотя за комплектное время? Новый дух вдруг, как молния осветить сердце может. Шестьсот тысяч вызваны были в обитованную землю пеши. Для чего два только в нее вошли? Лука. Два. Сын новин и халев. Друг. А вот для чего? Тьфу. Как может то быть, чего видеть нельзя? Вот какая пустошь. Зачем зароптали? Вводит нас Господь в землю сию, чтобы пасть на брани. Посему, если руки и ноги потерять, что в нас будет? Не хотим мы сего. Где сие водиса? Чтоб то было, да еще сильное, то, чего не видишь. Дай нам вернуться в нашу старую землю. Не нравится нам тот, кто в пустошь выводит. Слышите ли вы мысли сих староверцев? Вот шестьсот тысяч дураков. Представьте себе ветхие кади. Скверные, занятые квасом. Можно ли этаким скотам что-либо внушить? По их мнению, нельзя бытия своего богу иметь. Если он захочет, чист быть от всякой видимости. Если того нет, чего не видит, так бога давно не стало. Вода пререкания, семя змеина, сердце неверное, совет лукав. Не сие ли есть не исповедаться Господу и не призывать имени его? Не такого было в сердце семя двоих тех благополучных наследников. И дал Господь Халеву крепость, и даже до старости пребывал у него, найти ему на высоту земли. И семя его одержал в наследие, ибо да видят все сыновья Израилевы, какое добро ходить во след Господа. Все же разгневавшиеся не увидят ее, говорит Господь. Раб же мой Халев, ибо был дух мой в нем, и следовал мне, введу его в землю, в которую ходил там, и семя его наследить ее. Клиопа. Посему вся сила в Боге, а не во внешней видимости. Друг, а что же есть идолопоклонство, если не в том, чтоб приписывать силу истуканам? Не хочешь рук невидимых? Видно, что видимости воздаешь силу и почтение твое. Но долго ли сия твоя видимость прибудет? На что ты положился? Что есть видимая плоть, если не смерть? И на ней-то ты основал сердце твое и любовь? Всякая внешность есть мимо протекающая река. Не на льду ли ты воткнул кущу твою и поставил шалаш твой? Пожалуйста, перенеси его на твердость. Перенеси его во дворы Господни. Воткни на новой земле. А иначе, что твоя за радость? Какой покой? Не всегда ли опасаешься, что когда-либо лед, однако, растает? Когда-либо смертное тело оставлять надобно? О, беднейшее, почитающее тело свое тленное и не верующий новому. Таковы-то взволнуются и почить невозмогут. Не радоваться нечестивым, говорит Господь Бог. Филон. Что есть нечестивый? Друг. Тление почитающий. Филон. Как? Друг. Так почитающий, что если отнять у него тление, тогда думает, что ему без него никак бытия своего иметь невозможно. Не велико ли себе почтение для праха? Филон. Кажется, что весьма немалое, ибо таким образом боготворит он свой пепел, приписывая ему жизни своей действительность. Друг. Так теперь, думаю, постигаешь сие слова. «Я Господь Бог, сие мое не чужое есть имя, славы моей иному не дам. Недобродетелей моих истуканам». То, что мы назвали действительностью, называется тут добродетелью, то есть силою и крепостью, которую Бог за свое преимущество от всей тленности так отнял и себе присвоил, что ужасно злится, если кто дерзнет ее, хотя мало уделить твари или кумирам, с которыми он от начала века всегда ревностную тяжбу имеет. Мы все его во всем ужасно обижаем. Всегда и везде. Филон. Как? Друг. А вот так. Весь мир состоит из двоих натур. Одна видимая, другая невидимая. Видимая называется тварь, а невидимая – Бог. Сия невидимая натура или Бог, всю тварь проницает и содержит, везде и всегда был, есть и будет. Как же ему не досадно, если мы, смотря на перемену тлинной натуры, пугаемся, а сим самым приписываем ей важность в жертву, с чего сделать нельзя, не отняв ее от Бога, который всю важность и силу и бытие и имя и все на все исполнение себе только одному полно и без причастников преусвоил. Разжуй, если он бытие и всему исполнение, тогда как можешь что твое потерять? Что у тебя есть, он тебе все то есть. Ничто твое не пропадает, потому что Бог порчи не знает. Одна для тебя остается школа веры, или, как Давид говорит, по учении вечности. Потерпи в нем немножко, покой староверное твое пепельное сердце несколько от сегосветных очистится душков.